здравствуйте друзья с вами константин биржаков я рад приветствовать вас на канале vision онлайн сегодня у нас с вами обзор и тест вот такого вот микрофона road nt usb как понятно из названия это usb микрофон то есть внутри него есть звуковая карта и он будет отлично работать с недорогими ноутбуками или с простенькими десктопами у которых нет хорошей звуковой карты звуковая карта здесь классная и он подключается разумеется по usb прежде всего чтобы поставить все точки над ее я расскажу про минусы которые я обнаружил при тестировании этого микрофона чтобы потом больше на них не останавливаться и рассказывать только про особенности да кстати наш тест уже начался так как я записываю свой голос при помощи этого микрофона в программу adobe audition в мой ноутбук и вы можете слышать весь мой голос записаны при помощи этого микрофона без всякой обработки я подчеркиваю я не буду его никак вырабатывать и в ролике вы будете слышать сырой сигнал и так основные минусы которые я обнаружил самый первый у него в комплекте нету паука и если мы задеваем случайно пантограф или стойку он микрофон крепится непосредственно к стойке пантографу жестко и все вот эти вот вибрации которые мы можем издавать допустим если гитарист будет топать ногой когда будет играть или мы случайно задели стойку все это будет записываться у road есть паук который специально разработан для этого микрофона но его нужно покупать отдельно ну наверное он не только к этому микрофону подходит а к ряду других микрофонов его нужно покупать отдельно на сайте road ну наверное это такая политика мы ее с вами не можем обсуждать они так решили дальше я пробовал его устанавливать на китайские пауки но все китайские пауки они рассчитаны на микрофоны которые цилиндрической формы то есть у них в сечении круг здесь микрофон такой овальной немножко такой интересной формы и не всегда получается хорошо его закрепить в пауке особенно вот в таком горизонтальном положении и конечно здесь понадобится либо подбирать паук и вам повезет либо приобретать фирменный роудовский паук что конечно достаточно дорого второе то что я обнаружил это вот это вот ветрозащита сама по себе ветрозащита замечательная она компактная маленькая аккуратненькая всегда вот здесь работает отлично мы кстати и попозже немножко проверим но она выполнена из пластмассы и вот это вот часть она достаточно такая вот хлипкая и если взять этот микрофон поехать на съемки на запись кинуть его в рюкзак где-то в транспорте чуть-чуть прижали она может сломаться мало того я много видел объявлений о продаже таких бушных микрофонов написано ветрозащиты нет или утеряна ну понятно она просто сломалась потому что вот это вот пластмассовая ее ножка она такая опасненькая надо это иметь ввиду дальше чтобы снять вот эту вот ветрозащиту нужно постараться она откручивается вот здесь микрофон отключается и ветрозащита снимается микрофон ставится подключается если бы она была какой-то съемный на какой-то защелки на каком-то было бы гораздо удобней допустим я записываю гитару зачем мне ветрозащита я установил микрофон записал гитару а теперь я хочу записать вокал мне надо все раскручивать вот минусом таким вот это можно назвать скорее только минусом эргономике скорее всего этот микрофон рассчитан для того чтобы записывать вокал записывать голос мы поставили ветрозащиту установили микрофон и про это дело забыли вот можно конечно еще посетовать на компанию road которая везде обожает совать свой логотип вот так вот крупно и разумеется вот здесь вот он тоже есть но вы видите этот микрофон вот здесь вот с этой стороны там никакого логотипа нет логотип вижу я я долго не мог понять зачем фирма road мне рекламирует себя но можно понять допустим если я пригласил какого-то вокалиста он сюда поет он видит road но у круто road но чаще всего и пользуюсь им я зачем и только потом я понял хитрый план австралийцев они рекламируют таким образом себя мне то есть если мне нужно будет купить микрофон допустим на камерной или там допустим пушку я уже буду ага road надо road купить скорее всего это работает именно так третий минус минусом даже это наверное сложно назвать такая особенность этого микрофона это его высокая чувствительность и узкая направленность вы скажете чем же это плохо да не она неплохо отлично у него очень ярко выраженная кардиоида но если это просто нужно знать для того чтобы правильно установить этот микрофон предположим я установлю его не вот так горизонтально вот здесь вот вот так вертикально для того чтобы записывать мои видео уроки чтобы я видел и монитор и клавиатуру микрофон допустим я установил вот здесь вот и обращаюсь к зрителям я поворачиваю свою голову вот сюда и говорю туда у меня будет звук уровень звука ниже я поворачиваю сюда у меня будет уровень звука чуть выше и вот это вот вот этот вот баланс мне на монтаже нужно будет как-то нивелировать рисовать автоматизацию или так оставить уровень звука будет плавать что скорее всего не очень хорошо и это нужно учитывать при работе с этим микрофоном я опытным путем выяснил что его нужно установить вот таким вот образом как он у меня установлен сейчас и тогда даже вот я поворачиваю голову сюда поворачиваю голову сюда вы разницы в уровне звука не слышите практически что я считаю что очень хорошо еще одна особенность этого микрофона тоже нельзя сказать что это минус просто вот такая особенность микрофон здоровый и микрофон тяжелый я когда смотрел обзоры других блогеров и выбирал микрофон на сайте производителя и на других сайтах на сайтах магазинов меня не думал что он такой большой когда я его вынул из коробки вол огромадный огромный микрофон черный тяжелый дом в кадре здорово выглядит еще пожалуй можно сюда отнести это разъем usb type bio называется такой как у принтера квадратненький но в двадцать втором году наверно можно уже и type-c поставить было бы почему это для меня важно предположим я разверну этот микрофон вот так вот вертикально их захочу его поставить очень близко к столу вот это вот дельта и вот этот еще вот это вот расстояние вот здесь разъем и кабель мне будут не позволять его поставить низко он будет упираться в стол я просто упру его в стол вот этим вот кабелем разъемом могу повредить это нехорошо если здесь был type-c я бы использовал г-образный разъем и у меня бы кабель аккуратно отсюда вышел ну скорее всего вот это все минусы которые я обнаружил первое это хочется рассказать про комплект здесь в комплекте есть вот такая вот симпатичная пластмассовая опять-таки тренога вот такая я кстати видел очень многие блогеры используют ее ставят на стол сюда устанавливают микрофон он классно выглядит в кадре и они пользуются замечательно мне больше нравится пантограф также здесь есть вот такой вот кармашек такая вот сумочка чехольчик надписью road разумеется микрофон вместе с ветрозащитой сюда не помещается только сам микрофон для чего она сюда положено я не знаю возвращаясь к транспортировке есть вот такая вот очень прикольная пролонка она вот сюда вот вставляется между ветрозащитой микрофоном и может в какой-то степени спасти микрофон от какого-то удара и при перевозке можно и пользоваться я когда перевозил этот микрофон ей пользовался классная вещь терять не нужно есть еще вот такая вот здоровая коробка nt usb studio quality road разумеется в этой коробке перевозить микрофон невозможно она больше моего рюкзака она не лезет никуда можно было запросто в половину и сделать и еще в комплекте идет кабель которым я сейчас пользуюсь для того чтобы записывать свой голос поэтому показать не могу он около пяти метров кабель как кабель usb usb вот я его установил вот таким образом разумеется так я использовать его не могу мне неудобно и он закрывает мой монитор закрывает клавиатуру но зато мы видим разъемы здесь есть разъем для наушников вот сюда вставляются штекер три с половиной и мы в реальном времени слышим свой голос очень качественно очень классно в наушниках это просто замечательно для какой-то студийной работы для звукозаписи дальше здесь есть вот эта вот крутилка это уровень именно громкость наушников на уровень сам звука микрофона который он передает в компьютер это никак не влияет это мы просто настраиваем здесь громкость наушников верхняя вот эта вот ручка это соотношение сигнала который приходит с ноутбука с компьютера по отношению к нашему голосу который мы записываем который мы слышим в реальном времени все это разумеется без всякой задержки мы слышим вот здесь вот этой вот ручкой мы это дело регулируем вместе с вот этой таким образом мы можем записывать себя под минус записывать свой вокал и прямо не отходя от микрофона очень комфортно и очень тонко настроить вот при помощи этих двух ручек вот это вот соотношение сигнала петь в него что-то говорить читать аудиокнижку заниматься какой-то озвучкой фильма допустим который мы слышим в наушниках это просто очень удобно и главное что я это проверил на практике когда записывал музыкантов музыкант в принципе с такими штуками работать умеют они сталкивались с ними им достаточно просто сказать вот для чего эти две ручки они говорят а понятно понял ага так так раз настроил и говорят очень удобно и слышишь себя очень качественно с низами такой красивый голос хочется говорить и говорить видите я остановиться не могу настало время практики и так давайте приступим к практической части и так прежде всего приступая к практической части нужно еще раз сказать что никак уровень этого записи микрофона не регулируются с самого микрофона как бы не круто мы не крутили вот эти ручки у нас все равно в компьютер будет идти один и тот же звук как же нам это настроить мы переходим в панель управления здесь звук у меня сейчас он стоит 85 и как вы можете заметить микрофон располагается от меня вот на комфортном удобном вот расстоянии сантиметров 15-20 звучит он приблизительно вот так я стараюсь всегда располагать его именно вот так и 85 устанавливать теперь давайте попробуем установить микрофон в другое какое-то положение допустим я хочу установить его не горизонтально а вертикально вот таким вот образом я сейчас установил микрофон вы можете видеть что сейчас я полностью вижу мой монитор микрофон мне не мешает он установлен вот здесь вот сбоку и вы сразу же видите в audition как проседает сигнал ну скорее всего на монтаже я смогу этот сигнал здорово нормализовать он будет достаточно громкий теперь давайте сделаем еще один тест я сейчас верну микрофон в горизонтальное положение и мы его попробуем расположить наверху вне кадра и так вот сейчас я вернул микрофон в горизонтальное положение расположил его вот здесь вот наверху вне кадра в кадре его нет если бы у меня был немножко по длине пантограф я бы мог расположить этот микрофон не вот здесь а прямо вот здесь вот перед собой но скорее всего на звук сейчас для нашего теста это не повлияет и вы опять-таки можете видеть на волне в audition как он записывается но наверное вот так вот когда микрофон висит вот здесь вот мы слышим чуть чуть больше комнаты вот сейчас я вернул микрофон в горизонтальное положение перед собой так я очень хорошо вижу монитор он не заслоняет монитор и хорошо вижу клавиатуру можно сделать даже микрофон чуть чуть поменьше тогда вы его хуже будете видеть и как вы можете видеть по волне в audition уже у нас даже никакой нормализации никакой регулировки уровня сигнала нам не нужно 85 это даст достаточно теперь с пришло время послушать как работает ветрозащита ее можно чуть-чуть вот так вот открутить по последним данным в булочной продаются булки бублики и баранки барабаны и балалайки в булочной не продаются по последним данным в булочной продаются булки бублики и баранки барабаны и балалайки в булочной не продаются и снизив уровень сигнала до 70 нам нужно протестировать так называемый эффект близости эффект близости возникает тогда, когда оператор располагается слишком близко к вокалистке. В данной ситуации звукозапись затруднена. Теперь пришло время практики. Я решил проверить, как при помощи этого микрофона можно в домашних или в студийных условиях записывать музыку, записывать музыкальные инструменты. Для этого я попросил моих друзей из группы Wind Soul спеть песню. И мы пришли в студию звукозаписи Ocean, который, кстати, большое спасибо за классную такую ламповую атмосферу, за очень творческое пространство. И мы записали одну песню. Записывали мы ее каждый по одному дублю, то есть каждый музыкант записывался по очереди вот в этот микрофон, что вы будете видеть на записи. Я могу сразу сказать, что здесь есть небольшая обработка сигнала, но она настолько несущественна, что можно сказать, что практически обработки здесь нет. Только немножко пространства и сведение по громкости всех музыкальных инструментов. Итак, группа Wind Soul с песней Restart. Слушаем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Рекомендую, потом пройдите, послушайте Композиция достаточно короткая И в конце тестирования, в конце ролика Как правило, принято говорить какие-то выводы Называть плюсы и минусы Сегодня будет не совсем обычная концовка Потому что минусы я уже озвучил в самом начале А плюсы, плюсы вы видите перед собой Этот микрофон прочно теперь занял свое место На моем столе я им пользуюсь И озвучиваю свои ролики с помощью него Кому можно порекомендовать этот микрофон? Эксперты называют его топ за свои деньги То есть это микрофон самого высокого ценовой категории Дороже уже не бывает И вот в этой ценовой категории Все USB микрофоны звучат более-менее плюс-минус одинаково Одинаково хорошо Поэтому выбирая микрофон такой дорогой ценовой категории Скорее всего нужно опираться и учитывать ваши потребности Допустим, нужно ли вам переключение направленности Кардиоида, восьмерка, круг Если нужно, то тогда нужно выбрать другую модель Допустим, блюет или какую-то другую Здесь такого переключения нет Если для вас очень важно компактные размеры микрофона У того же Rode тоже есть небольшой NT, USB mini У другие какие-то модели То есть выбрать именно функционал, который нужен Допустим, в комплекте с пауком вам принципиально важно В чем плюс USB микрофона Это в том, что у нас на корпусе микрофона Есть вот эта вот звуковая карта И мы можем это регулировать Для меня дальше очевидно Следующий шаг Это приобретение аудиоинтерфейса Причем многоканального аудиоинтерфейса Который, скорее всего, я и буду выбирать Так что, скорее всего, у нас впереди будут интересные тестовые ролики Интересные тестовые девайсы, которые у меня будут на тестировании Итак, друзья, я хочу поблагодарить вас за внимание Я желаю вам удачных снимков Зажигательных роликов И чистого, кристального, чистого звука на ваших аудио Всем я желаю удачи И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok